Сейчас я вам хочу рассказать немного о жизни здесь, с чем я столкнулась. Вот те, кто смотрит мои предыдущие видео, они знают, что из-за трудной дороги много перемерзало, в общем, простыло. И, естественно, возник вопрос о медикаментах. В принципе, я к врачам вообще очень редко обращаюсь, лично я на Украине, потому что я знаю, что можно купить в аптеках. Но здесь, понимаете, во-первых, опять же таки, как я уже сказала, что украинская валюта, она обесценена. И, допустим, на границе вот с Словакией, где мы хотели поменять свои гривны, мы не могли этого сделать, потому что украинская валюта обесценивалась просто элементарно. Поэтому евро у нас в кармане не было. У нас были доллары, но они не нужны здесь, их никто не возьмет. Вот, поэтому, почему мне понадобился врач? Просто из-за того, что на данный момент денег сейчас их практически нету. Вот, в принципе, езжали с тем, что есть. И поэтому врач нужен только по той причине, чтобы он мог выписать те лекарства, которые можно взять уже в аптеке, просто бесплатно. Вот. Но сейчас сложилась такая обстоятельство, что вчера я себя ужасно плохо чувствую, а позавчера тоже. В общем, я два дня ждала врача, его никак не могли нам дать. И вот только сегодня в 12 часов волонтеры только что приходили ко мне. Они знали, что я нахожусь в списке, нужен врач. Но я отказалась. Я сказала, всё, спасибо. Всё, что мне нужно от вас, я говорю, мне, пожалуйста, дайте лимон, имбирь и всё. То есть, в принципе, у меня уже всё нормализовалось практически. Поэтому я не вижу смысла идти к врачу. Другим людям, которые тоже находятся в этом отеле, им всё-таки нужна помощь врача. Поэтому, опять же, такие маленький совет, что когда выезжаете из Украины, возьмите на первое время какие-то самые необходимые лекарства. Это ацетиловая кислота, которой нету здесь за границей. Здесь есть парацетамол везде. У вас болит горло? Парацетамол. У вас там что-то? Парацетамол. Чтобы вы понимали. Поэтому возьмите те лекарства, которые конкретно вы знаете, что они вам годами помогали. И поэтому просто возьмите их на первое хотя бы время, пока вы не освоились, пока вы не знаете аналоги лекарств, которые находятся именно в той стране, куда вы приехали. И я как в начале видео, так и в конце говорю о том, что уважаемые украинские граждане и люди, которые были на территории Украины, когда началась война, и сейчас планируют выехать за границу. И хотят знать немного больше информации, как, что, как здесь относятся, какие условия, где жить, как жить. То есть это самое основное, что люди в первую очередь интересуют. Если у кого-то есть вопросы, пишите. Я постараюсь вам помочь, связаться, я постараюсь связаться с волонтёрами именно той страны. Я постараюсь найти возможности рассказать, помочь именно в вашем вопросе. Не стесняйтесь. Итак, сегодня я вам покажу магию наших завтраков. Вы посмотрите, видите, это сооружение. Оно очень выглядит колоритно, и оно идёт по округу. В общем, чтобы вы понимали, внутри этой красоты находится... Сейчас вы сами всё увидите. В общем, чтобы вы понимали, это открывается. Итак, я не сильно снимала на первом этаже завтрак. Потому что, чтобы не смущать людей, если вы понимаете. Я вам частично показала. В общем, чтобы вы понимали, вот эта конструкция из зелёных стен, она на завтрак. Она открывается внутри, там, как шведский стол. Ты набираешь, берёшь то, что тебе хочется. И потом, когда завтрак заканчивается, оно закрывается. И всё, и аккуратно стоит снаружи в виде окошек сделаны такие вот красивые коробки с печеньями в винтажном стиле. Ну, очень-очень необычно. А ужин происходит в другом формате. Мы просто... Есть специальное место, отдельные столики для нас. Мы уже знаем, где это находится. И там нам приносят еду, которую они приготовили. Это чаще всего. Это уже второй ужин был. Это, в общем, суп с сухариками. Сначала был томатный суп, потом был, по-моему, грибной. И там рис был с овощами. Вчера был как кускус. Тоже там с мясом, с овощами. Поэтому и десерты. Очень вкусные десерты, необычные такие. Очень красивая подача. Сейчас я вам покажу, куда нас поселили. На 10 этаже находится комната, а на 3-м находится общая комната, так сказать, для сборов. То есть в этом отеле не только я украинка, много украинцев приехало. Их поселили в этот отель. Поэтому здесь комната, где украинцы могут все вместе собираться. Вот, как видите, эта комната вообще открыта. Хотя тут ключ. Вот. Ну, эта комната специально для всех украинцев. Здесь разная еда. Еще дополнительные маски. Ну, в принципе, сейчас уже в Нидерландах. Я вам так скажу, никто в масках практически не ходит. Тут были печеньки, но их уже просто съели. Вот. Там стаканчики. Сейчас покажу вам. Здесь разные принадлежности. Их было больше, естественно. Зубные щетки. Кому нужно, это можно брать, пользоваться. То есть у нас в номерах тоже есть некоторые вещи, которые можно пользоваться. Ну, и здесь тоже. То есть можешь зайти и взять то, что тебе по необходимости нужно. Если вдруг этого нету в комнате, то ты можешь обратиться к волонтеру, если это прям срочно, и они предоставят. А, это сегодня что-то новое поставили. В общем, здесь чайники. Здесь вот центр сбора. То есть в номерах на этом месте у нас кровати. Вот. И комната чуть-чуть поменьше. А здесь, видите, вот стол большой, стулья. Потому что все уместились, что всем было комфортно. Здесь вот супы в пакетиках разные. Чайники. Все, в общем, все предоставляется для деток. Тут новые игрушки. Я сама, если честно, вчера сидела, игралась. Это одна девочка из Украины сделала. Это не пластилин, но, в общем, сделала такие розочки. А вид, я вам скажу, просто шикарный. Смотрите. Потрясающе. А также здесь не забывают про наших братьев четвероногих. Да, тоже предоставляется бесплатный корм. У нас есть тоже человек в хрупе украинский, который приехал со своей собакой. Естественно, это огромный плюс. Поэтому обо всех заботятся. И, кстати, в каждой комнате я заметила вот какая-то историческая фотография. Рядом с ней описание. В общем, такой интересный отель. Очень колоритный и красивый. Итак, еще раз повторю. Для граждан Украины, для резидентов Украины, для абсолютно всех людей, которые были на территории Украины, когда началась война, и сейчас планируют выезжать из Украины в Европу. Если у кого-то возникают вопросы, пишите. Я постараюсь помочь, постараюсь связаться с волонтерами и найти информацию, ту, которая нужна именно вам. Не стесняйтесь, спешите, спрашивайте. Потому что сейчас такое время, что информации об этом очень мало. О том, как людям здесь, что их ждет, когда они пересекут границу и окажутся не в Украине, а в другой, в чужой стране. Поэтому нужно быть всегда на связи, и если вам что-то нужно, обязательно обращайтесь.